Всем привет, дорогие друзья! С вами Макс и Ксю, и это заключительный выпуск с нашего путешествия. Целых 20 дней мы путешествовали по Черноморскому побережью, снимали море контента, исследовали кучу локаций, выпускали для вас новые видео, так что сейчас вам нужно кайфануть по максимуму. Ну а вы пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а вам приятного просмотра. Первым делом мы приехали в парк, в который вчера не смогли попасть, называется он Южные культуры. Работает он до 6 вечера, строго, после не пускают, так что не совершайте наших вчерашних ошибок. Так что мы решили сюда приехать первым делом. Вход на взрослого человека стоит 300 рублей, и ребята, я не думала, что здесь такая красота. Тут очень красиво, и рядом, кстати, находится аэропорт, самолеты пролетают очень низко. Да, можно ими полюбоваться, причем летают они часто, мне кажется, каждые 5 минут. Наверное. Парк Южной культуры был основан в начале 20 века генералом Драчевским на его собственной земле. Сюда привозили растения из восточных стран, клены и вишни из Японии, бамбук из Китая, и даже высаживали эвкалипт. Хочется отметить, что в этом парке огромное количество растений, более 600 видов, а площадь всего парка составляет около 20 гектар. А вот, кстати, тот самый основатель парка генерал Драчевский. Кстати, в постсоветское время этот парк был брошен, почти 30 лет им никто не занимался, многие деревья разрослись, какие-то были вывернуты с корнями. И в 2008 году была первая попытка реконструкции, но на запланированный проект денег не хватило, и стало только хуже. Но в 2016 году все долги закрыли, парк передали в управление Сочи, его сразу же восстановили и оборудовали для отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Мы уже с тобой гуляем полтора часа. Парк нереально большой. Мне кажется, мы все не обошли. Ну да, мы не нашли, честно говоря, один пруд. Мы искали его по всему парку, но уже подумали, что все остальные локации мы глянули, прошлись, поэтому можно ехать дальше. Дальше мы поедем на набережную. На набережную и на стадион Фишт. Да. Планы супер. Это что, получается все? Мы уходим отсюда. Все, выходим, едем дальше. Мы направляемся к Олимпийскому парку. Провожаем вот такой закат красивый. По пути. По пути. Вообще мы планировали проводить его на набережной, но мы не успеваем. Все как всегда. Но я даже не расстроился. Потому что, как бы, когда у нас все шло по плану? Я расстроилась, потому что я хотела на набережной красиво. Получилось, как всегда. Мойка моя. Мы планировали еще сегодня посетить Сочи парк, покататься на аттракционах. Ну, поняли, что это очень плохая идея. С таким количеством туристов в очередях мы будем стоять по несколько часов. Час-полтора, наверное, да. Поэтому мы решили сходить в тот парк Южной культуры лучше и прогуляться просто здесь. Ну, как хорошо, что мы туда пошли. Потому что я не знал, да, я не знал про этот парк. Я посмотрел и офигел. Он очень красивый. Я тоже сколько раз была в Адлере, но про этот парк я даже не слышала. Так что обязательно, если приедете сюда, посетите этот парк. Ну, Южная культура. Мы дошли с вами до Олимпийских объектов. Давайте проведем вам небольшой экскурс. Сзади меня находится Олимпийский факел и рядом расположен Сочи парк. Если мы повернемся сюда, там у нас стадион Фишт и рядом со стадионом находится Ледовый дворец Шайба. Ну, и менее популярные объекты. Вот этот дворец спорта Большой, Академия Единоборств. Давай, Сириус Арена популярная и дворец зимнего спорта Айсберг. Айсберг. Но тут очень масштабно все. Мы были тут зимой и, конечно, вот это пространство мне очень нравится. Ну, тут все на самокатах катаются, отдыхают. У меня вопрос. Мы когда-нибудь на самокатах с тобой покатаемся или нет? Так тренироваться надо, калории тратить. Гуляем, гуляем. Пошли на набережную, пошли гулять. Субтитры создавал DimaTorzok Ксюша захотела мороженку. У нее тут есть какая-то любимая точка. Сейчас идем до нее. Туда идти 25 минут. Субтитры создавал DimaTorzok Мы прогулялись по набережной, но, к сожалению, того самого киосочка с мороженым мы не нашли. И Ксюша очень расстроилась. Я очень хотела мороженое, а его там вообще никакого не было. Ну, хотя бы по набережной мы прогулялись. Ребят, в течение 20 дней каждый день мы снимали для вас новое видео. Это было тяжело, и мы очень устали за это время. Поэтому мы решили порадовать себя и... Мы поедем во все включено на целых два дня! Именно так мы и решили закончить наш отпуск, путешествие, но снимать в это время мы не будем. Будем, но только в Телеграм-канале. Поэтому, если вам интересно, как проходят наши дни со все включено, подписывайтесь туда и наблюдайте. И еще, когда мы вернемся в Москву, через несколько дней мы выложим видео, сколько мы потратили вообще денег в этом Сочи! Сколько мы ожидали потратить, сколько получилось. И в целом расскажем о наших эмоциях. Все, подписывайтесь на Телеграм-канал, на наш Ютуб-канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся совсем скоро! Всем пока! Пока, пока! Пока, пока!